сегодня 18 октября 2015 года вышли из храма помолились поближе будьте подойди сюда же не вопрос задам вам подойдите поближе так у нас тут держат коров трое только дело вот еще какое вчера мне позвонил человек один из барнаула куда вы заезжаете сбывайте продукцию и первое предложение было какое я смотрел по телевизору или там как-то увидел как финляндия молоко получают как бывают и вот это молоко а потеряевки покупают а дрянь понимаете это касается и меня я потеряю ски а почему дрянь я беру не с кисайства просто квашу я отказал этому человеку чтобы ко мне не заезжали теперь на другого перешел потеряевская дальше он говорит так я посоветовался с человеком который на молочном комбинате работает и она говорит для того чтобы не портилось молоко химикаты там добавляют сейчас могут делать консервы это вся трава послушайте что об этом жириновский говорит это на военное время оставлены консервы это и хлопают сейчас если червяк не есть какую-то продукцию она травленная червяк он умнее человек но он расследует только одну сторону что вы делаете что он делает с молоком он умолчал я поехал к одному человеку я по порядку все буду расспрашивать и ответьте только так обращаюсь к вам скажи пожалуйста почему у этого человека вроде что хорошо было слышно поближе подходи с кем разговаривать почему у него оно молоко не скисается в простоквашу я людей этих знаю я беру и у нас всегда простокваша всегда как мы ее заносим в подвал конечно не в холодильник иначе там все микробы которые помогают сворачиваться они будут уничтожены и у нас всегда отличная простокваша потеряевское молоко это лучшее в мире молоко не просто почему первую очередь освещенная скотина она не слышит матерков пасется на выпасах для разные травы там богородская травка все такое и что потеряевский добавляли химию я расспрошу но я не думаю чего добавлять то не надо это то есть вот это наш какой диалог состоялся тогда я поехал к вам и вы мне теперь разъясните для всех могло ли быть такое что потеряевский добавляет что-то и молоко не скисается почему этого человека простокваша не получается хотя у нашей мамы всегда в подвале кренка сметану снял простокваша хоть ножом режь объяснить но это исключено у нас никто ничего не добавляет я по крайней мере не добавляю и вряд ли кто-то этим ты можешь за себя конкретно точно у нас нужды никакой нету чтобы молоко стояла месяцами у людей или сколько сейчас 6 месяцев до срок годности мы ездим каждую неделю нам это совершенно не нужно они берут свежее молоко каждую неделю у нас и он поставил такое условие мне я ему привез молоко два дня замороженного он говорит не годится ты мне поставь такое чтобы молоко было четыре дня или пять дней заморожено чтобы оно было не белое а прям желтое чтобы насквозь было прям аж звенело такое вот это молоко у него никак не скисается ну я об этом и говорю он не именно такое я ему привез один раз он говорит нет мне такое не годится белое мне желтое давай чтобы колом было заморожено из него хочет сделать простоквашу другой клиент тоже самое жалуется мне говорит тоже твое молоко не скисается не пойму в чем дело а как ты его скисаешь а я его говорит беру из морозилки достаю размораживаю и кипячу ставлю его и заквашиваю там то сметаной то сывороткой не скисается и все не значит да ты вообще тогда не надо ни кипятить не замораживать ой нет ты меня не учи я знаю как работать не скисается плохое молоко вот два таких клиента один кипятит другой замораживает это он пытался ряженку сделать ряженка делается из кипяченого молока именно простокваша ему нужно ну совсем какой-то не из замороженного молока я подошел в это время морозилка вот она ходит не из замороженного какая причина что не скисается ты еще ответила потому что мороженое что так ты все сказал да так женя вы тоже коров держите как вы думаете почему это у человека не скисается и сложилось такое мнение и за то что не скисается потерявки дрянь молоко так он мне же высказал это самое я вы я возил ему молоко сначала игорь сначала игоря потом он игорь сказал он начал меня брать потом сказал что у меня не скисается ты мне подсунул типа это это у тебя химия какая-то короче я у тебя брать не буду игоря стал опять игоря брать одно одно и то же то есть вина-то не в не вне или в игорь Молоко охлажденное сильно не будет скисаться. Мама, а вас что, в камеру складывала? Не складывала же она в камеру морозильное молоко. Мама, ваша... Я не разговаривал с вами вчера, но я твердо повручился, что я говорю, они ничего не добавляют, и нужды нет у химии. Молока и так мало. Молока каждый день свежее. Нам не хватает молока на прозвищу. Так, Люба, Люба, подожди. Я теперь прямо вас спрашиваю, вы никогда ничего не добавляли? Никогда ничего не добавляли. Я спрашивал, что это настоящий мёд или нет. Открыто. Так, видите как. Кто у нас держит? Андрюша, как ты на это смотришь? Ну, всё правильно. Что правильно? Добавлять не надо. Ну, ты поподробнее маленький. Не скисается у него, почему? Ну, вот он убил там все эти кисломолочные бактерии-то. Заморозил или закипятил. Дело в том, что у нас детский лагерь. Мы берём, ну, брали у Андрюши, здесь брали, не знаю, уже не брали или нет, всегда. Ну, даже не выскажешь, какое молоко. Люди, которые я знаю, я встречаюсь в Барнауле-то, мы, говорит, никогда такого мяса не видели. Даже не видели, какой от него запах идёт, не пенится, какое молоко. Сметана, говорит, постоит дня два, говорит, ножом режешь, кубики стоят, как масло сливочное. Разговор этот у меня очень сильно касается, потому что наша мама, большая семья, и всегда были кринки стояли, кринки. И всегда она не мороженая, ну, в подвале там тенёщик где-то. Всё, сметану сняли. Я называю рубленая. С детства привык к этому, чтобы не взболтанная была, а рубленая такая, простокваша. Просто ложкой берёшь, она в ложке сверху кубиком лежит. Можно я скажу? А чтобы замораживать, я такого не слыхал. Бывает такое, что, допустим, у нас творог всегда скисается, особенно летом. Ну, бывает, когда корова уже перед отёлом, молоко такое, ну, уже позднее, то бывает оно долго скисается. Бывает долго, но скисается всегда. Творог же мы же варим, а брат же, это же мы с лишним сметану снимаем ещё. И обратно варим, и всегда скисается. Дело в том, что с возрастом, у человека каких-то там, я не могу ответить, веществ не хватает. Вот батюшка, он молочный, только сметану может быть. Я простокваша не могу, если это, то много надо хлеба добавлять. От организма не вырабатывает что-то, ну, желудок не держит простое молоко. И поэтому мне всегда простокваша здесь, чтобы не искусалось, такого никогда я не слышал даже такого. Можно я скажу? Я тоже, когда молочку продавала, и в одной точке мне один товарищ сказал, вы очень дорого продаёте сметану. Вот в магазине в два раза дешевле. Я говорю, хорошо. Вот возьмите мою, и купите столько же в Барнауле, в магазине, в любом. И поставьте рядом на стол на сутки. А потом мы с вами поговорим. Ну, через неделю приезжаю, он говорит, я теперь буду всегда только вашу сметану брать. Потому что, говорит, моя барнаульская сметана, как гриб вся вылезла, скисла, полезла из этого банки, всё на столе, а твоя, говорит, стала как масло. Я попутно скажу, со мной сидел директор, мама-то, как комбината, в тюрьме. Ну и масло-то ему приносят, и он его мажет, а из него вода. Плащет масло. Или записку, говорит, милиция стала там БХС или что-то проверять. А воню написано, Тамара, не добавляй воды, я уже развела. То есть она полфляги воды уже туда налила, и второй раз не надо добавлять. Значит, подтвердилось, как я и сказал, даже не разговаривая с вами. Игорь говорил, что-то один раз флягу мыло. Да-да, химии не нужно мыть, ничего. Слушайте, Люда, важное дело. Химия, я мою посуду, фляги, ну, после сепарации, что там, стараюсь сразу, сделал, и сразу горячей водой, чтобы химии туда не добавлять по возможности. Ну, редко-редко там бывает, там, когда на стенках фляг. И однажды я, то ли ферри, ну, в общем, каким-то химикатом помыл, ополоснул, повешал, стекло, все, и потом налил воды, молока, вернее, туда работал, повез в город. Валентина Николаевна вылила, говорит, твое молоко, бутылка, говорит, невозможно пить, ты что-то туда добавил, ничего я туда не добавлял. Потом я вспомнил, что как раз в день-два назад помыл вот этой химией. Ну, ополоснул хорошо, ну, на один раз ополоснул, но, видимо, и уже вот люди, у которых есть вот это чутье, кто на химию реагирует, даже, говорит, вылила его, не могла пить. Так что вот, горячей водой. Пусть в Финляндии молоко закупает. Не, может, этому клиенту перейти на козье молоко? Мы видели тоже вчера показывали передачу, как одна семья в Финляндии может 100 коров, и какая там аппаратура, и как там оно все компьютеризировано, как все попадает. Пусть заказывают в Финляндии молоко, пусть присылают им. Этим трижь, пусть. В Финляндии пусть заказывают молоко. Они сепаратор разобрели, оттуда-то все идет. Там компьютеризировано все, там одна семья 100 коров держит. На запах и прочее. Но ты после этого больше так не моешь? В Барнауле появились в магазинах в Бахетле молоко высшего сорта, мы такого не умеем делать. Там оно это молоко не касается воздуха, там сразу в танке, сразу резко охлаждается в Бахетле. И у меня клиентка такая богатенькая, и она, когда я не привожу, там бывает, не хватает, она берет там, потом говорит, ой, у вас гораздо дешевле, гораздо лучше, чем там, там хоть высшего сорта, не очень вкусный не тот. Так, ты сказал запах, женщина услышала. Вы знаете, сейчас я просто как от темы отвлекусь. Раньше определяли, ну вот, дактилоскопия, отпечатки пальцев там. Замочную скважу один слушал, отпечаталось ухо, и по уху нашли, ты слышишь разные уши. Сейчас целый банк данных запахи. Преступление было, и остается запах везде, где к чему прикасался человек. Эти запахи берут, там как-то пастеризуют, оставляют, и хранится годами. И потом, когда преступник настоящий, не пойманный, попадется где-то, запахи сравнивают, а запахи сравнивает только собака. Восемь собак на проверку, все показывают, что именно он. Запахи. Запахи огромную роль играют. Мы даже и не знаем. Это видеоанекдота рассказывает. Один новинный завод пришел, дегустатор. Ну а кто приходит-то? Каждое вино попробовать. Начальник говорит, да у нас своих пьяниц хватает. А я, говорит, на запах определяю, на запах вино. А разве можно определить? Ну, испытайте. Ну, она говорит, иди, принеси. Там она принесла вино, древнее, редкое стоит. А это мистральное, это во Франции было, в 1875 году. Начальник и глаза на лоб. Вот это да. Ну-ка, принесите, там еще одно есть, бургундское вино. Принесли ему. Оно у вас, говорит, вынесено недавно, говорит, это бургундское вино, это английское, там начал говорить, хранилось там-то. Начальник тогда посмеялся, и идите, говорит, принесите ему, но капните, секретарша сказал, когда понесешь, зайди там в туалет и капни маленько, мочи туда. Что он скажет? Он понюхал, о, женская моча, вам может сказать, у нее третий месяц беременности, от кого? Он говорит, не надо, не надо, берем. Это на самом деле, запах играет громадную роль. Наши смеятся, вот целуются где-то, а у северных народов они не целуются, а принюхиваются. Вот представьте, юноша с девушкой встретит и друг друга обнюхивает. Что смеетесь? В животном мире везде запах играет такую роль, что от него зависит жить или умереть. Так, у меня просьба ко всем. Мы застряли не по нашей вине. Мы оплатили за доски, все, приехали, 69 досок не додали, мы не можем два пруда окончить. Нету. Почему нету? Леша, ответь, ты переговоры ведешь. Потому что ребята, которые лес валят, не привозят сюда хороший лес. Не могут привезти. То есть, или узенькие. А те не могут напилить нам эти доски нужные. Мы заплатили в наш лес почти в три раза с лишним дороже обыкновенного. Самый-самый ядреный, чтобы он не гнил. Ну, не вот такой. Вот он лежит, и там видно, что желтое уже в нем где-то. Заплатили за машину. Нету, мы не можем выехать. Бросит все это, два пруда пропало, все там, все разнесет. Вся работа наша, только один можем сохранять. Дальше, заплатил за это, из рук в руки, вот в этом доме я передал за щебень 237 тысяч сразу. За все, за транспорт нету. Почему нету? Со щебенкой более-менее понятно, там две партии вагонов, одну партию, которая впервые шла, угнали на Славгород, вот, а вторая, говорит, сразу на Корчене придет, поэтому ждите. Видите, как, я прошу помолиться, чтобы, ну, нам не волноваться, и чтобы была погода, нам хоть зима начнется, мы зимой, хоть как должны делать там, хоть как-то, но сделать. Досок ни у кого нет, я бы занял, они куплены, уже все, ну, нету, и мы сидим. У меня одна доска осталась, возьмите. А? У меня одна доска осталась, возьмите. Нет, это никак. Нам минимум нужно сейчас, 41 доска, 41, по 6 метров, сороковка. Если бы было где-то, мы бы заняли, у нас 69 досок должны привезти, оплачено. Ну, а если мы молитву... Другое место обратиться? Уже оплачено. Другое место обратиться? Ну, нам это советовали, в первую очередь, оплачено, в другое место, с Алексеем Сисковым посоветовались, говорит, там это лучше. Я стал советовать, кто здесь? Еще, говорит, не лучше. Поехали точно так же выбирать, и так же гнилья, и обзола, и чего угодно. Нам здесь, он набрал, я ни одной доски не забраковал. Было, я отложил, маленько, на пол доски обзол. Так он за то, что я взял, он говорит, вот еще вам доска. То есть отношение прекрасное. Мы взяли доски, ни на одну доску нет жалобы. Ну, видно, что лучше нет. Я говорю, зимой, раньше только зимой заготаривали лес, вся смола в дереве. А сейчас, вот сейчас, что я спрашиваю? Дают горелое, где-то горелое, бери. Она стоит уже 5 лет. Он берет, она вся промокшая, наполовину гнилая. Я где вот был, кто с нами работал, Шарщина свозил меня, кто там, Сергей. Мне все понравились эти работники, кто. Сказать, они нас хотят обмануть. Ну, как, мы засняли, все это заснято, деньги передаем. Дали документы, с печатями. У меня подозрений нет, ну, тоже и у них обстоятельства. Но за рубежом не так. Там если подписали, неустойка, за каждый день он будет платить. Да, да, там так. Вы понимаете, сколько платить? Вот эту баржу нанимают, трубопровод проводят. Один день, аренда обходится 500 тысяч долларов. Полмиллиона каждый день, поэтому работают. Назначили время, когда нужно там, допустим, провести подземные работы. Они там день и ночь работают, чтобы уложиться в график. Каждый день, который просрочат. У нас этого нету. Ну, нету, он не виноват. Он бы перехватил как-то при... в другом месте он должен покупать, а не я в другом месте. Да. Мы ему деньги отдали. Заплатили за транспорт. Ничего нету. Занятие, Леночка. Двенадцать часов. Где? В школе. Холодно, натопите. Ну, в класс зайти надо. Ну, в класс зайти, наверное, протопите там, чтобы было. Не холодно было. Пока мы не уехали, еще будет это. Так, маленькое замещание вот об этом парне. Я не раз его вижу, он по улице идет, остановился около Голубятни. Я не советую одного пускать. Не советую. По той причине, что мы живем все-таки, ездит транспорт всякий. Теряется взрослая. Раз, две девочки потерялись. Ну, они в доме таком, где интернат-то. Интернат. Наконец, находят обе убитые, привязанные камни в воде зарезанные. 16-14 лет. Дети постоянно теряются. Кинднеппинг или как называется. Он один идет, совершенно маленький. Попуту подхватил, заворотил, только и все. Как реветь будете. Одного не посылайте. Один идет, нигде по всей улице ни одного человека не видать. Он идет, остановился, такого Голубятни. У нас машина в это время идет. Я просто предупреждаю, будьте осторожны. Это просто, мы ответственны за ребенка. Все. А никого нигде нет, в улице нет. Я сколько стоял, никто даже не появился нигде. 9-11. Так. Половина, да? Да. У кого какие вопросы есть по описанию, постарайтесь приготовить. Мы сегодня вопросы-ответы проведем. Если у нас будет все благополучно, вот с понедельника начали бы заводить. Женя Долгов сразу дает гравий, этот, щебень развести. А тут кювет мы щебнем уложим. Это все. Мы за одну неделю управились бы. Мы прокопали справа кювет, трошею настоящую. Ну, кто пойдет, там увидит. Весной, чтобы вода шла. Но больше мы ничего не можем. Мы не сидим. Мы с утра до ночи пытаемся исправить положение. Но от нас не зависит. Помолитесь, чтобы Господь отпустил нас с миром, пособил нам. Игорь-то в дороге. Благополучно. Он уже доехал там. Доехал. Он два раза мне звонил, меня не было, я знаю, что он звонил, но я не слышу. У меня все. Ну ладно. Ну ладно. А где-то где-то где-то. Продолжение следует...